итак приступаем к массажу ног и во время нашего массажа вообще всего все процедуры массажа сколько бы она не длилась там час полчаса полтора часа у нас всегда подушку под ногами спрашивается почему многие так высоко поднимаем кровоток да а еще почему лимфооток самое важное это лимфооток пятки для этого должны быть выше сердца вот видите выше уровня поэтому подушечка или валик должен достаточно высокий хотя бы пока человек лежит у вас на столе массажа у него начинает лимфооток работать потому что в течение своей жизни сколько я там не убеждал людей что хотя бы вечером пришли домой минут на 20 положили ноги там на диван на стену да это очень хорошо расслабляет ноги распрощает их тем не менее никто это не делает поэтому хотя бы у массажиста хотя бы чтобы у него все это было вторая причина это то что у многих людей коленки упираются если бы нога лежала до коленки было бы больно и если мы еще давили сверху то соответственно травмировали чашечку поэтому по сути надо лежит у нас на бедре на мягких мышц еще вторая причина по поводу лимфы скажу что даже помните такой мем американских фильмов про ковбои про дихий запах когда они ноги на стол кладут все время откуда это взялось на самом деле ковбои никогда не клали ноги на стол они же пастухи они коров пасут сапоги грязные они там фыли да какой смысл на стол класть сапогах ноги это было придумано киношниками специально по соцзаказу дело в том что тогда появились конвейерное производство генри форда и люди стали стоять целыми днями возле конвейеров стоя да это эти проблемы массажистов тоже потому что у меня например клиентов ног у меня конвейер у меня уже начинают отекать вены то есть это как бы наглядно я даже почувствовал эту проблему на себе и соответственно люди стали жаловаться к врачам часто в америке обращаться что вот болят ноги отекают ноги и так далее вены растут врачи ну собрали консилиум и думали ну как же всех не отправишь в санаторий да и решили их мотивировать через фильмы договорились кинематографами чтобы там изобрели такую привычку поднимать ноги наверх на столб и то есть это какие-то такие мощные придумку да на самом деле не из жизни тем не менее многие действительно стали поднимать ноги на стол да сейчас многие танцы уже ноги на стол не как увидите это все привычку вошло и соответственно работая с ногами по поводу лимфы да еще раз мы все движения будем делать столько снизу вверх и заканчивайте будем вот там вот плохую зоне то есть даже когда мы проработали помните сегментами проработать ягодицы потом сняли туда все стекли потом с ведром опять же туда все увели потом с икрой опять туда все вели и даже когда проработали со стопой тоже потом все туда вот увидели после того сегмента мы еще дополнительно помогаем этот отток производить есть такие массажи лимфодренажные так называемые но я честно говоря их не признаю потому что но иногда это мне бывает смешно во первых зачем его делать отдельно когда мы уже в процессе делаем лимфодренажный массаж и спины и шеи и ног то есть какую часть тела мы не обрабатываем его уже делаем но то что показывают иногда они показывают вот такой вот массаж то есть имитирую сократительную как бы деятельность мышцы да ну по сути это немножко как-то мне кажется мертвому припарки то есть сами лимфотоки они находятся везде во всех тканях и в глубине тоже таким действием никогда глубины не уберемся то есть иногда можно делать достаточно грубо это я сейчас вам буду показывать демонстрировать в глубину мы туда внедряемся сейчас масло нету поэтому не покажу но обходя осторожно лимфоузлы лимфоузлы где у нас на пути будут встречаться под коленкой до в паху это спереди здесь есть но они там глубоко практически не достанем вот просто в эти зоны не надо давить сильно то специально не надо давить пройтись можно дальше растереть их можно но не давить нам на них иначе погибнет лимфоузел а соответственно это черва то тем что будут там закупорка может начаться какие процессы типа гниения ну а вообще для чего нужно лимфа знаете да вводит токсина да и не только токсины в общем наши клетки они питаются из межклеточной жидкости межклеточная жидкость она для них получается как и одновременно и кухня и ресторан так одновременно и отхожее место они же туда и все переработанные материалы сбрасывают их надо туда выводить а в этим переработан материалом еще любит питаться и грибки и бактерии и вирусы ну и так сильно там тоже бывает в общем все все вот эту массу гадости выводит это огромная очистительная система нашего организма это очень важно природы такое придумано такое такая канализация которая вот я не знаю я прям восхищен что она вообще есть у человека об этом многие врачи просто не говорят или просто не знают и никто не рекомендации никаких не дает по поводу того как чистить как с ней работать поэтому мы массажисты должны себе взять эту обязанность рассказать про это людям насколько это важно и нужно для них именно это еще и одной причиной является часто ходить на сеансы массажа вы можете начать курсы не по 5 сеансов от 10 20 30 40 сеансов у меня этот центр посещают потому что они понимают эту необходимость и соответственно лимфы все это вытягивает оттуда до несет эти все гадость так скажем в лимфоузлы они такие станции типа самым едином станции где это все убивается там находятся клетки не помню как они макрофаги по-моему да лимфоциты были даться будет лифоцит там везде макрофаги которые конкретно убивают все бактерии грибки и после этого они обратно уже отработанный материал лимфа забирает доски не буду показывать короче лимфоузел это примерно такая фасоль на размер с фасоль на из горошина не будет эллипсовидные фасоли видны образные амебообразные но это не такие маленькие если они воспалены они увеличиваются до до размеров куриного лица могут увеличиться и больше даже вставляете воспаленный узел он красный он теплый горячий то есть просто увеличение узла на чуть-чуть это не страшно не о чем не говорит это может какой-то процесс в организме проходит у меня недавно в полиции узлы вот тут сбоку а ну ваших металличках тоже посмотрите давайте сразу про лимфоузлы скажу там прям конкретно нарисовано где они находятся и вы будете удивлены что большинство из них оказывается находится вокруг стенок толстого кишечника вставлять то есть животе внутри их там очень много там просто идет сброс этих материалов то есть о чем я говорю вот к лимфу злу подходит как правило 4 5 8 сосудов лимфатических да там убивается у них вот это все а выходит два максимум три сосуда и дальше они выводятся первый уровень сброса вот снизу что поднялось верно первым сброса это вот толстый кишечник то есть вкал все это уходит второй уровень сброса выбросами из организма это кожа то есть потовые железы они напрямую связаны с лимфосистемы нашей соответственно вот это очень полезно очень полезно действительно чистка идет третий уровень сброса это голова в голове это через нос через рот мы отхаркиваем до сопли через уши до через глаза вот бывают иногда такие знаете поутру жестенькие песочники такими глазами да вот она выходит нанечки не если говорить это уже все это уже проблема системы до бывали такая девочка она была у нее опухшие были веки и врачи и ты мази прописли что-то еще но оказалось что это на самом деле то есть врачи даже не могли понять определить что это такое лимфа так вот выразила что кухня кухня века такой раздулась 0 до образования города пока мы это дно не выдавили и не почистили саму лимфосистему это не прошло почему бы даже не от того лечить вот и дальше после головы у нас они вот так вот вокруг черепа вот не только для массаж делать по ушам по щекам и так вы не стекают вот тут начинается тут узел и есть вот челюстные узлы тут несколько за ушами узлы и все они вот только стекают стекают по вот этой мышцы вот подключенную впазину вот туда можно ошибиться да может быть или поздно а может и реальность вы про себя говорите но почему будет понять стоит ночью ночью как человеком катается как бы перекатывается закреплен нигде вот соответственно если лимфоузел воспален его массировать ни в коем случае нельзя даже не касаться только вот как раз с ними то и надо вот так легонечко легким положивающим движением а если нет то мы просто проходишь как обычно массажем движение только ток не дали вот единственно такие вот рекомендации далее они уходят под ключицу и там за грудиной находится большая лимфоцистерна называемая и потом лимфа она входит обратно в кровь то есть она выходит с кровеносных сосудов лейкоциты оттуда в основном лейкоциты это лекарь нашего организма знаете вот поэтому мы массажиста уделяем особое внимание лимфе и сейчас мы будем с ней работать с головой отдельно с ногами отдельно сейчас все покажу давайте выключаем приходите подписывайтесь на наш канал ставьте лайки